Физкультура и спорт Рекомендации журнала помогают преумножить физическую и творческую активность, разумно относиться к своему здоровью. В здании много рубрик, время от времени они меняются, но некоторые из них остаются постоянными. Спорт и личность, что новенько, в стадион здоровья, хочу поделиться. Давайте посмотрим, что интересного печаталось на страницах журнала в 2023 году. Начнем с первого номера, в котором можно узнать об обычном человеке, олимпийском чемпионе, заслуженном мастере спорта России, российском лыжнике Сергею Александровичу Устюгове. В рубрике «Что новенького» вы узнаете, что постоянно сидеть дома чревато развитием заболеваний, а бег помог замедлить рост опухолей у мышей. Познакомитесь с многообразием зимних забав для здоровья. Благожитель Александр Родионов из города Омск расскажет нам о своем принципе системы оздоровления. Детский тренер Владимир Липатов предложил читателям свой новый цикл статей «Тренировка как игра». Интересны публикации Людмилы Харланцевой, активизации маленьких серных клеточек или чему можно поучиться у Эркюля Пуаро, который знакомит с японской пальчиковой гимнастикой. В мире спорта профессором гандбола уже давно называют Алексея Мишина. Об этом нам расскажет второй номер, а также о режиме дня для пожилых людей от Александра Родионова. О комплексе упражнений для шейного отдела, который можно выполнить прямо на рабочем месте, Александра Михайлиной «Здоровые шеи и молодое лицо». Кандидат биологических наук Ирина Уткина в своей статье расскажет о книге «Лимфа и долголетие», написанной американским кардиохирургом Джеральдом Лемолем. В этом же номере можно узнать о гимнастике для голоса по авторской методике Эдуарда Михайловича Чарелли. Третий номер журнала начинается со статьи о Юрии Викторовиче Бородавко, советском лыжнике, российском тренере по лыжным гонкам, мастере спорта СССР международного класса с 1983 года, заслуженном тренере России с 2012. Валерий Иванович Нечушкин, хоккеист Колорадо Эви Ланш, стал 36-м обладателем Кубка Стэнли. И я, Борисова, в рубрике «Рецепты до востребования» подготовила физические упражнения и рецепты, которые рекомендует московский врач-терапевт Владимир Энни Аларунда для укрепления и сохранения здоровья. Статья «Инесса. Рассказывай. Игр. Нетта. Тихой драмы капитана» расскажет о капитане нашей сборной по футболу в пору самых великих ее побед на Олимпийских играх в Мельбурне 1956 года и на Первом Кубке Европе в Париже в 60-м. В четвертом номере столетию общества «Динамо» посвящена статья «Люди Петровского парка» об Андрея Георгиевича Зудине. Он пришел в «Динамо» в 25 лет и по сей день там трудится заслуженным тренером гимнастического клуба «Динамо Москва» имени Михаила Воронина. Окончание статьи «Люди Петровского парка» можно прочитать в пятом номере. Ирина Уткина предлагает рассказ «Диафрагмальное дыхание в помощь лимфатической системе» и знакомит читателей с дыханием по Вавилову. Маркс Петрович – профессор, доктор медицинских наук, автор книги «Самостоятельный лимфодренаж. Профилактика и лечение». Пятый номер познакомится с статьей Татьяны Федоровой «Солнце, воздух и вода. Наши лучшие друзья», где узнаем о природном оздоровлении по заветам доктора Динейки. Ирина Уткина в публикации «Лимфы между легким и мозгом» познакомим с лимфодренажным массажем при заложенности носа и боли в голове по авторской методике Лизы Левит-Гэнсли, автор книги «Живая лимфа. Техники лимфодренажного самомассажа». Людмила Харленцева в статье «Веселая гимнастика для всей семьи» расскажет о нейрогимнастике и даст комплекс упражнений. В шестом номере познакомимся с одним из лучших тренеров мира в паралимпийском спорте по плаванию Юрием Назаренко. Владимир Кочетков расскажет об универсальных средствах восстановления после физических нагрузок. С точки зрения математика Глеба Ускова, спорт – это цепочка задач преодолемой сложности. Седьмой номер открывается статьей о девушке с характером. Гимнастке Ангелине Мельниковой. В рубрике «Что новенького?» можно узнать, как мы достигнем бессмертия уже к 2030 году. А Владимир Кочетков расскажет, как почувствовать на себе всю прелесть расслабления мышц. И о пользе ходьбы спиной вперед от Александра Родионова. В восьмом номере Борис Ходорковский в статье «Дуэль мыслей, дуэль школ» расскажет о состязании волейболистов Московского клуба «Динамо» Павла Панькова и казанца из «Зенита» Майки Кристенсона. Доктор медицинских наук Виктор Конышев в статье «Тайна вегетарианства» познакомит с историей возникновения общества, о том, что же на самом деле едят вегетарианцы, кому полезно отказаться от живой пищи, кому делать этого не надо. Ирина Уткина в статье «Борьба с пигментными пятнами» настойчивая, но осторожная. Подскажет, какими средствами в домашних условиях можно бороться со столь неприятными взрослыми изменениями в состоянии нашей кожи. Приводятся рецепты лечебно-косметических масок из лавра, солодки, алои, зеленого чая. От техники оздоровительного бега рассказывает Александр Родионов. Как правильно промассировать все свои группы мышц, и я Борисова, публикации «Умный палочный самомассаж». Начало публикации этой статьи в седьмом номере, окончанием будет в девятом. На обложке девятого номера журнала 16-летняя теннисистка Сибирячка Мира Андреева ей посвящена статья Натальи Быкановой «Девочка из сказки». О вратаре Игоре Акинфееве нам расскажет Сергей Шмедько в статье «Бессменный часовой». А Илья Табилко о игровой новинке не «Раскакалки», предназначенной как детям, так и взрослым. Как подтянуть живот – об этом статья Регины Никитиной, где речь идет не только об худении, но и о приобретении красивой осанки. На первой странице обложки десятого номера журнала владая жизнерадостная красавица, волейболистка Арина Федоровцева. Ей же посвящена статья Бориса Ходорковского «Комсомолка, студентка, спортсменка», в которой 19-летняя Арина названа восходящей звездой российского волейбола. Александра Михайлина в статье «Бодрость на целый день» расскажет об упражнениях, которые предлагает врач о ювердической медицине, парашюрам «Кудери из Индии». Открывает 11-й номер журнала «Блистательный российский волейболист» хозяин своей судьбы Павел Шишкин, мечтатель и реалист. О нем пишет Евгений Богатырев. Знаете ли вы, что рок-музыка полезна при диабете, об этом в рубрике «Что новенького». Полезна статья Ирины Уткиной «Поднимайте руки вверх». Она говорит о важности упражнений, которые способствуют улучшению кровообращения и кровотока. Две статьи 12-го номера посвящены фехтовальщице Софье Великой, Евгений Богатырев, «Амазонки никогда не сдаются» и Татьяна Колчанова «Великая не только фамилия». Комплекс упражнений, который доступен всем и поможет избавиться от многих неприятных симптомов шума в ушах, мушек перед глазами, начальных стадий сколиоза, последствий трав в статье Ирины Уткиной о пользе упражнений с палкой. В этом же номере узнаем о новой методике оздоровления Аллы Гречиха при помощи гимнастики на турнике. Доктор медицинских наук Виктор Конышев расскажет о спортивном питании и даст советы от знатоков. Книги из серии «Новые в жизни науки техники, физкультура и спорт» выходили в издательстве «Знания» ежемесячно с 1979 года и адресованы тем, кто желает самостоятельно укреплять свое здоровье с помощью навыков физической культуры, содержит ценную информацию, которую авторы публикуют кратко и содержательно. В брошюре «Бег и здоровье» автор Александр Петрович Лаптев, доктор медицинских наук, профессор, рассказывает о влиянии оздоровительного бега на все органы и системы человеческого организма. Здесь изложена методика начального этапа беговых тренировок, описана специфик таких занятий для мужчин и женщин и детей. Самостоятельный раздел посвящен гигиеническим правилам, которые необходимо соблюдать всем, осваивающим беговые тренировки. Как стать сильным и выносливым 1984 года издания, автор Розумовский Евгений Александрович, кандидат педагогических наук, быть двигательно развитым, физически совершенным, естественные желания каждого человека. Такие физические качества, как сила, выносливость, быстрота, ловкость и гибкость, надо постоянно развивать и совершенствовать. В брошюре описаны научные достижения в этой области. Даны практические рекомендации о принципах составления комплексов для разных групп занимающихся и о правилах проведения тренировок в зависимости от состояния здоровья. В книге «Культура движений. Основы оптимизации» автор Уткин Владимир Леонидович, кандидат биологических наук, изложил научные основы рационального использования двигательных возможностей человека. Даны практические рекомендации, как целесообразнее распределять силы при физической работе, в зависимости от возраста и состояния здоровья. Читая, узнаем, как двигаться быстрее, точнее, экономичнее. Из глубокой древности пришло к нам описание так называемых жизненных точек, через которые можно влиять на деятельность определенных органов. В книге «Точечный массаж» автор Владимир Иванович Дубровский, кандидат медицинских наук, дает топографию этих точек на теле человека, описывает приемы их массажа и самомассажа при ряде заболеваний. Самостоятельный раздел посвящен способам взаимодействия на биологически активной точке мазями, медью, перцем и пластырем. Чусов Юрий Николаевич, кандидат биологических наук, доцент, в своей книге «Азбука закаливания» рассказывает о значении закаливания холода для сохранения и укрепления здоровья человека. Даны общедоступные рекомендации по его организации в режиме дня дома, на работе и во время отпуска. Автор Стивен Борисович Шенкман в книге «Как здоровье и сильный пол» расскажет о здоровье, работоспособности и долголетии мужчин. Стивен Борисович приводит широкий круг сведений о средствах оздоровления необходимых мужчинам среднего и тяжелого возрастов. Речь идет об оздоровительных физических упражнениях, прежде всего беге, плавании, лыжи, атлетической гимнастикой и так далее. Общеизвестно, что сегодня самый надежный метод сохранения жизненных сил и увеличения их резервов постоянно поддерживает организм в активном состоянии. Однако систематически физкультурой занимается менее трети населения, а после сорока и того меньше. Вот для этой части населения даются практические рекомендации по поддержанию активного долговетия в брошюре «Жить не старее» Сафирова и Сухарепского. В книге можно узнать, как человек ускоряет приход своей старости, как сердце надо тренировать, о вреде отдышке, как физкультура помогает мыслить, чем вредны нервные перегрузки. Издание «Физкультура и спорт» пропагандирует здоровый образ жизни и способы его достижения, публикует материалы о спортсменах, тренерах, которые своим примером демонстрируют безграничные человеческие возможности. Приглашаем всех, кто интересуется спортом, физической культурой и здоровым образом жизни, к чтению журналов и книг из серии «Физкультура и спорт». «Физкультура и спортсменах» 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 «Физкультура и спортсменах»